10 лет назад Роб Аллен не испугался и позволил врачам поэкспериментировать на себе. Роб страдал от диабета первого типа. Ему приходилось постоянно делать уколы инсулина. В 2004-м ему сделали уникальную операцию по пересадке донорских инсулоцитов – клеток, вырабатывающих этот гормон. «Моя жена и я читаем молитву каждое утро перед едой, – говорит Роб. – И я благодарю Господа за пересадку инсулоцитов. Не было ни одного дня, чтобы я не поблагодарил его». Экспериментальную операцию провели в частном исследовательском университете Эмори в штате Джорджия. После второй попытки трансплантации донорские клетки начали вырабатывать инсулин, и Роб излечился от диабета. Это невероятная история. Проводивший операцию хирург Кристиан Ларсен тоже отмечает 10-летнюю годовщину вместе со своим подопытным пациентом. Он объясняет, почему власти США пока не разрешили использование этой технологии. «Во-первых, нужно улучшить технологию по получению количества инсулоцитов, достаточного для лечения всех пациентов», – рассказывает доктор Ларсон. «Во-вторых, решить проблему приживания клеток. Поскольку это клетки другого человека, организм их отторгает». А это означает, что после трансплантации реципиент должен всю жизнь принимать препараты против отторжения, что зачастую приводит к повышению давления и ослаблению иммунитета. Но Роб говорит, что его это не волнует. По его словам, нет ничего хуже воздействия на организм инсулина. Свою экспериментальную операцию он называет чудом. Десять лет назад, говорит Роб, ему повторно выдали путевку в жизнь.